Действительно, те исследования, которые опубликованы, исследования эпох, исследования Вольфа и японское исследование J.Cock 0603, о котором говорил Алексей Александрович, продемонстрировали увеличение времени беспрогрессирования при проведении переоперационной или одевантной терапии у пациентов с исходно-резиктабельными метастазами колоректального рака, в основном в печени. И действительно, все эти исследования не продемонстрировали увеличение продолжительности жизни. Но кое-какие исследования завершились досрочно, по причине увеличения времени беспрогрессирования, решили, что это вообще не этично, и как это так назначать этим пациентам наблюдение и не назначать им одевантную химиотерапию. И в итоге, когда анализировалась причина отсутствия увеличения продолжительности жизни, одна из гипотез заключалась в том, что просто мощность этих исследований не позволила уловить увеличение продолжительности жизни. Тогда были проведены метаанализы, объединяющие результаты этих исследований. Первый метаанализ продемонстрировал тенденцию к увеличению продолжительности жизни у пациентов, которые с данной ситуацией получали химиотерапию, но эта разница не была статистически значимой. Другой метаанализ, выполненный позднее, китайский, обладал большей мощностью, потому что включил еще несколько маленьких исследований и тоже была тенденция к увеличению продолжительности жизни, но эта тенденция была статистически незначимой. То есть увеличение количества пациентов до достаточного не привела к выявлению статистически значимых различий в общей продолжительности жизни. И мощность тут уже ни при чем. Тут есть факт того, что эта химиотерапия не увеличивает продолжительность жизни пациентов. Но несмотря даже на эти данные, несмотря даже на то, насколько нам важно видеть увеличение продолжительности жизни, когда мы назначаем химиотерапию достаточно токсичный вариант лечения, я все равно в своей клинической практике пользуюсь, назначаю дивантную или переоперационную химиотерапию таким пациентам. Тем не менее, есть правила, которые нарушать не рекомендуется. Ни иринотыкан и таргетные препараты не стоит назначать таким пациентам после радикального удаления метастазов в адеванте. Исследование третьей фазы, которое сравнило фолферии и режим с торроцилом и лейковарином, продемонстрировало, что никакой пользы в адеванте у пациентов с прооперированными метастазами нет. Ни с точки зрения общей продолжительности жизни, ни с точки зрения времени без прогрессирования. С таргетами ситуация еще хуже, потому что исследование Нью-Эпох, которое сравнило химиотерапию переоперационную и химиотерапию с добавлением цитоксимаба при диком типе генфраз, продемонстрировало даже худшие результаты при добавлении к химиотерапии цитоксимаба. Поэтому цитоксимаб при диктабельных метастазах мы не используем ни до назначения, ни до хирургического вмешательства, ни после его выполнения. Но вот возьмем просто химиотерапию и возьмем вот такой вот клинический пример. Я пока готовился к докладу, такой вопрос возник к нам у нас на консилиуме. Есть пациент, которому в 2020 году по поводу верхнего опулярного отдела прямой кишки провели комбинированное лечение, операцию одевантной химиотерапии кселокс. И при первом контроле после окончания этой химиотерапии, через 3 месяца после ее завершения, в нижней доли, прошу прощения, опечатка, правого легкого метастаз с 8 мм в диаметре. Я бы хотел спросить в зале, но кто назначит такому пациенту одевант? Тут на самом деле можно было бы подискутировать, с чего начинать лечение такого пациента с солитарным мелким метастазом, через 3 месяца после окончания одеванта появившимся. Но такой задачи нам перед консилиумом не посчастливилось обсудить, потому что пациент пришел к нам уже прооперированный по поводу метастаза в легком, и вопрос стоял в том, назначать этому пациенту одевант или не назначать. Прежде чем я спрошу, Михаил Юрьевич, пожалуйста, в президиуме спросите, точнее еще вопросы, которые необходимы вам для того, чтобы решить для себя, будете вы этого пациента лечить одевантной химиотерапией или нет. Я бы хотел узнать мнение хирурга в плане возможности операции, а как глубоко получается очаг. Я повторю, нам не посчастливилось обсуждать вопрос начала лечения. Этот пациент уже прооперирован был на фоне метастаза, по поводу метастаза. То есть вот этот 8 мм уже убрали, я правильно понял? Да, в момент консилиума уже убрали. Это обычная ситуация. Метастаз есть, его уже убрали. А одевант он еще не получал? Или уже прошло сколько с одеванта? Одевант был, когда была первичная опухоль. Три месяца с момента окончания одеванта, да? Три месяца и появился метастаз. Ничего бы не делал, наблюдал бы. Проявлений нет, маркеры нормальные, вы больше ничего не нашли. Радикальная операция. Три месяца назад закончили кселокс. Виктора, а кто бы назначил одевант пациенту в такой ситуации? Нет, он появился через три месяца после одеванта. Его удалили, и к нам пришел пациент с гистологическим заключением о том, что там аденокарцинома. Ну ладно, мы не назначили одевант, мы назначили наблюдение этому пациенту. Но я хочу просто этим примером подчеркнуть, тут на самом деле вариантов много. А если этот метастаз появился через три месяца? А если он подрастал во время химиотерапии и стал более явным? А если он появился через полгода, через два года или через пять лет? Ситуации могут быть совершенно разными. Я хочу подчеркнуть, что есть консенсус с РТС по олигометастатическому раку. И это понятие олигометастатического рака, кроме хирургического, содержит достаточно большое количество вопросов относительно биологии этого олигометастатического процесса. И относительно того, какая связь с химиотерапией, и каковы временные интервалы развития этого олигометастатического процесса. То есть они предлагают ответить на пять вопросов, относительно ответов, на которые можно отнести данный процесс к тому или иному варианту. Например, первый вопрос, а было ли полиметастатические проявления заболевания перед тем, как пациент в настоящее время стал олигометастатическим? Второй вопрос, а была ли у пациента ранее ситуация, связанная с олигометастатической болезнью? Третий вопрос, а олигометастазы появились во время выявления первичной опухоли или больше, чем через шесть месяцев после того, как она была выявлена? То есть метахронная или синхронная? А еще очень важный четвертый вопрос, находится ли этот пациент в процессе системной лекарственной терапии на фоне того, как у него появились эти олигометастазы? А растут ли эти олигометастазы в процессе проведения этой лекарственной терапии или нет? И на основании ответов на эти вопросы, консенсус и РТС, и Европейское общество радиологов, по-моему, участвовало в выработке этого консенсуса, предлагает распределить пациента в одну из девять вариантов олигометастатического процесса. И каждый из этих девяти вариантов обладает своей особенностью с точки зрения введения. По большинству из этих вариантов у нас нет вообще никакой доказательной базы относительно того, как их вообще лечить, как им применять, в частности, переоперационную или одевантную терапию, что она им дает. И мой клинический случай, который я продемонстрировал, он относит пациента к повторному олигометастатическому рецидиву. Но если бы, например, покопаться там и выяснить, что у пациента этот метастаз, то он, наверное, и был во время химтерапии, просто был хуже виден, а теперь более явно виден. Если бы поднять все предыдущие снимки, может быть, это бы оказалось бы олигопрогрессированием и так далее. И, в общем-то, ситуация по каждому конкретному пациенту, она намного более многообразная, чем даже девять этих вариантов лечения, и в том числе зависит от того, какие сроки прошли после одеванта. В целом, в общем, именно то, что ранее пациенты получали химиотерапию, во многом и останавливает в отношении назначения им одевантной терапии по поводу появления олигометастазов в последующем. Например, вот это японское исследование, которое все критикуют, но, тем не менее, она под анализ его выглядит очень драматично, потому что те пациенты, которые раньше получали системное лекарственное лечение, у них пользы по времени без прогрессирования, от назначения химиотерапии по поводу метастазов, прооперированных метастазов, пользы не было. А при этом отмечался даже вред с точки зрения общей продолжительности жизни. Продолжительность жизни у них была меньше, чем пациентов, которые не получали одеванта в данной ситуации, если ранее они получали лекарственное лечение. Поэтому есть факт того, что одевантная или переоперационная терапия метастазов в большей степени в печени не увеличивает продолжительность жизни, и надо искать причины этого. Возможные причины – это повреждение печени химиотерапии, а может быть, другая токсичность химиотерапии, нейротоксичность часто нас лимитирует в будущем при назначении другого лекарственного лечения, гематологическая токсичность, может быть, другая токсичность также имеет значение, а может быть, это влияние последующей химиотерапии, поскольку все равно большинство пациентов прогрессирует, метастатический же процесс, то есть возможный кроссовер. И все это, конечно, можно принимать во внимание, но главное, на чем я хотел бы акцентировать внимание, это повреждение печени химиотерапии, потому что это вещь, о которой постоянно говорят хирурги, которые оперируют печень, но поскольку клинически во всех других ситуациях она как-то особо не всплывает, то об этом мало кто говорит, кроме них. И на самом деле есть целый ряд исследований, вот, например, проведен ретроспективный анализ 406 кейсов, которым пропиривали печень по поводу метастазов, внимательно разобрали, что с печенью произошло после химиотерапии, и выявили, что, например, оксалиплатин вызывает дилетацию синусоидов, повреждение синусоидов в печени. Иринтыкан ассоциирован, жестко ассоциирован с стеатогепатитом. А в другом систематическом обзоре, в ищущем 788 пациентов, провели многофакторный регерсионный анализ влияния противоопухолевых препаратов на повреждения печени, и также было показано, что оксалиплатин статистически значимо и существенно увеличивает риск повреждения синусоидов. Например, иринтыкан вызывает серьезное повреждение... А, нет, в этом анализе не было показано, то ли, при иринтыкане. Но для фтор-урацила, для фтор-пирамидина было продемонстрировано увеличение риска возникновения стеатоза печени. И данные состояния, данные повреждения химиотерапевтическими препаратами печени, оно отражается с точки зрения осложнений хирургии печени. Это отразилось в наличии инпростеатогепатита и дилетации синусоидов на общей частоте осложнений после операции на печени, на частоте ливерспецифических осложнений, печеночно-специфических осложнений и на частоте серьезных жизнеугрожающих осложнений после таких операций. И я думаю, что об этом надо думать постоянно, в первую очередь химиотерапевтам, проводя таким пациентам химиотерапию. В любом случае, мы, конечно же, работаем с пациентами, я думаю, у всех пациентов одинаково, и в большинстве случаев пациенты хотят, чтобы врачи приняли решение о том, какое лечение им проводить. Потом они же будут обсуждать это в своем кругу, правильно это было лечение или нет, но в первую очередь они ждут от врачей инициативы в этом вопросе. Но вот одевантная химиотерапия резиктабельных метастазов – это как раз та ситуация, где без пациента такое решение принять достаточно сложно и, наверное, даже неправильно. Это нужно обсуждать вместе с пациентом. Можно сообщить пациенту, что химиотерапия после удаления метастазов увеличит время до того, как будет картинка с новыми метастазами, что она имеет токсичность, что она снизит качество жизни из-за токсичности, но и она не повлияет на шанс выздоровления и на шанс увеличения продолжительности жизни. И вот если так построить беседу, то ответы пациентов могут быть совершенно не в пользу назначения химиотерапии. И для тех, кто сомневается в этом, я могу привести пример опроса пациентов, который был опубликован в этом году в одном из журналов. Несколько десятков пациентов опрашивали в отношении того, как они отнесутся к химиотерапии, которая увеличит время беспрогрессирования, но не увеличит продолжительность жизни. Они используют не аналоговые шкалы, что вот есть пациенты, эти пациенты живут там разные периоды времени, но в среднем они живут столько-то при данном клиническом состоянии. И время беспрогрессирования у них может быть разное, но в среднем время беспрогрессирования у них будет такое-то в результате статистического анализа нескольких пациентов. И вот есть лечение М, которое является стандартным, а есть лечение Л, которое является более агрессивным и более токсичным. И вот это лечение Л увеличит время до возникновения прогрессирования заболевания. И лечение К, оно еще более токсичное, прям вот совсем токсичное, оно еще более увеличит время до прогрессирования заболевания, но не увеличит продолжительность жизни. И 80% пациентов отказались от более токсичного лечения, вне зависимости от того, насколько оно увеличит время до появления рентгенологических признаков прогрессирования. И основная причина этого отказа – отсутствие увеличения продолжительности жизни. И вот их ответы. Зачем париться, если больше побочных эффектов от результата такой же, если ты собираешься умереть вне зависимости от того, будет проведена терапия или нет, тот же самый период времени и так далее. Такие вот ответы фигурировали в этом опросе пациентов. Поэтому в заключение я хочу сказать, что пациенты с метастатическим колоректальным раком – это пациенты с хроническим заболеванием. Это факт. И несмотря на радикальное удаление метастазов, большинство пациентов запрогрессирует. И мы будем их лечить после прогрессирования, возможно, очень долго. Тем более, что сам факт того, что у них возник олигометастатический процесс, является косвенным, но одним из важных факторов, который указывает на относительно индолентное течение опухолевого процесса у этих пациентов. И в этом случае мы планируем лечение не здесь и сейчас, и больше ничего не будет. Это как раз та ситуация, где мы можем планировать и первичное лечение, и вторую линию терапии, и третью линию терапии. И очень высокая вероятность, что этот пациент будет иметь возможность получить и третью линию химиотерапии, и четвертую линию терапии. И этот запасной вариант всегда должен быть в кармане. А О может не быть, если перелечить пациента, долечить его до выраженной токсичности в самом начале лечения. А что будет, если, например, в клинице в это лечение операция на печени, гемогепатоктомия? Насколько будет возможна повторная операция после гемогепат в будущем, если возникнут метастазы в левой доле печени? Насколько функциональные резервы печени это позволят сделать на фоне, если мы назначим пациентам полную химиотерапию? Насколько будет возможно выполнение локальных методов контроля, таких как лучевая терапия или радиочастотная абляция, если пациент не будет иметь резервов для этого? Поэтому это все надо как-то планировать постепенно, и вот эта категория пациентов как раз относится к таким, где стоит думать несколько наперед. Я благодарю за внимание.